Одна вечная российская проблема пытается решить другую. Ямочный ремонт. Кто, за какие средства и когда должен его делать? Эти вопросы уже традиционно в Волгодонске становятся риторическими вместе с приходом весны. Ответы на них пытались найти активисты молодежного движения «Наша время», а вместе с ними и наш корреспондент Анастасия Дубас. Как ни удивительно, но ямы на дорогах имеют допустимые нормы. Определены эти нормы государственными стандартами. Выяснить, соответствуют ли прорехи на основных городских магистралях прописным истинам, решили активисты молодежного движения «Наше время». Вместе с сотрудниками ДПС ребята отправились в рейд. Сотрудники полиции сейчас ездят вместе с нами и оценивают различные нарушения стандартов. Потом они будут составлять административные протоколы в адрес тех, кто должен заниматься содержанием данных дорог. Впрочем, отыскать тех, кто должен заниматься содержанием городских дорог, большого труда не составит. Видимо, именно по этой причине или вовсе усомнившись в эффективности подобного воздействия на ответственных заявок, сотрудники полиции открыто комментировать свою деятельность в рамках рейда отказались. Прекрасно об этом знают. Но от того, что я сейчас составлю на должностное лицо административный протокол, он же не возьмет со своей семьи деньги и не понесет делать, правильно? В свою очередь, инициаторы рейда уверены, подобные поступательные шаги в этом направлении способны изменить ситуацию. И чем больше в городе будет неравнодушных к такого рода проблемам, тем быстрее будет достигнута поставленная цель. Если дороги не ремонтируются, есть возможность написать заявление в прокуратуру. Прокуратура рассматривает это дело. Либо фирма, организация, либо это муниципальная, если участок дороги, выплачивает штраф наложенный, либо они делают дорогу. Безусловно, инициатива, с которой выступают ребята, похвальна. Однако, учитывая российскую ментальность, касающуюся разного рода документации, для того, чтобы добиться поставленной цели, нужно иметь безразмерное терпение и железную выдержку. Анастасия Дубас, Сергей Овчаренко, Новости ВТВ. Субтитры создавал DimaTorzok